Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, начиная новый влог. Девочки, я немножко опухшая. У нас сейчас утро, я, во-первых, красный нос. Я пришла сейчас, гуляла с собаками, и как раз ко мне приехал курьер. У нас на улице где-то минус три, примерно так, но очень сильный ветер. Я шла, у меня просто всё, в общем, кошмар. Даже у меня, девчонки, мы погуляли всего где-то, наверное, 20 минут. Даже бона быстро пошла, что очень удивительно, потому что она у меня очень медленная такая, любит медленно погулять. Ей нравится снежочек, там понюхать всё. Она и то быстренько пошла, поэтому... Да, красный нос, сама вся красная. И я вчера заваривала себе чай, облепиха с имбирём на ночь, потому что чувствую, что как-то вот... Как-то я не хочу, короче, больше болеть. Вот, заварила себе этот чаёк и выпила, выпила и заснула, представляете? Я сегодня встала, у меня такие мешки под глазами. Сейчас вроде так макияж сделала, вроде ничего. Но всё равно это кто? Потому что я иногда сижу такая опухшая, потому что я пью чай. Раньше я, кстати, чаи вообще не пила. Ну да, практически никакие не пила. Сейчас я понимаю, что мне как-то вот чай, не знаю, горячий попила. И вот даже сейчас с собаками погуляла, тоже чаёк этот как раз с имбирём допила. И как-то вот уже получше. Так, я заказала себе посылочку с сайта рандевута. Ко мне пришёл кот. Как обычно, вот, вы его можете наблюдать. Ну что, мой сладкий? Что ты ко мне пришёл? Пришёл. Пришёл проверять, что маме такое привезли. Хвост. Хвост бери. Хвост. Так, сейчас вместе с вами открою. Не удержалась я, конечно же, но в этом считать, что это мой подарок мне на Новый год. Я... Напишите, вы уже украшаете вовсю. Я не украшаю в этом году рано, потому что я заметила, вот ещё по прошлому году, что чем раньше я начинаю украшать, не роняя ничего, чем раньше я начинаю украшать дом к Новому году, тем менее новогоднее настроение у меня в саму новогоднюю ночь. Вот так вот. То есть меньше мне хочется праздновать сам Новый год. Поэтому... И как-то мальчишки меня тоже не спросят. Я открываю коробку одновременно, разговаривая с вами. В общем, но подарочек себе надо сделать, потому что, во-первых, хорошие цены, хорошие скидки, оригинальная парфюмерия. Всё, короче, я всё. Весь пакет, весь этот, коробку разобрала, потому что забыла взять ножницы. Вот. И... Плюс действует мой промокод, который будет давать дополнительную ещё скидку ко всем скидкам, которые есть на сайте. Супер-супер. Поэтому... Поэтому... И вы можете догадаться, что я тут заказала. Вот так всё хорошо упаковано. Всё как обычно. Кстати... Всё время забываю говорить о том, что всегда дают пробнички. И в этот раз мне не положили вот это желе. Так, кот. Иди. Коту моему очень нравятся вот эти шуршащие пакетики. На. Отдам ему. На. Тоже вот, видите, хорошо. И себе заказала, и коту развлечения. Тоже супер. Так. Не положили мне желе, которое мне не нравится для волос. В этот раз мне положили крем корейский. Это супер, потому что я корейскими кремами мало-мало общаюсь. И вот такой парфюм. Пробничек. Тоже обожаю всякие пробники. С удовольствием буду пользоваться. Так. Конечно же. Конечно же, я заказала себе новый Атарчик. Это уже получается пятый или шестой в моей коллекции. Ну, если считать мужским. Кстати, моему мужу вот этот мужской, который я заказывала в прошлый раз, очень нравится. Здесь есть. Что это у нас? Парфюмированная вода. Тарковекшн. Азора. Азора, да, правильно? Или называется? Вся парфюмерия оригинальная. Вот сколько я там заказываю, ни разу еще не было такого, чтобы у меня была подделка. А я сравнивала, между прочим. Так. Бархатная коробочка. Я даже вот эти коробки не выбрасываю. Так, сейчас. На. На. Это у меня бумажки шуршащие очень любят. Я даже не выбрасываю вот эти коробочки, потому что они мне очень нравятся. Сейчас вместе с вами попробуем. Я не пробовала этот аромат. Я уже говорила о том, что на сайте Рандеву есть... Вот если вы зайдете прям так в бренды, наберете Атар Коллекшн, и там есть вот этот вот аромабокс, где только Атары. Вы можете их попробовать, все ароматы... Ой, коробку не открыть. Вот. Новенький такой, синенький. У меня такого нет еще. Я хочу все. Так, ничего не делаем. Мне тут увлекательный. Вместе с вами сейчас попробуем. Еще у меня стул скрепит, да. Это вообще стул мужа моего. Вот. Нанесем. Ой, очень приятно. Он такой с кислиночкой немножко. Ой, такой... Надо... Во-первых, надо, чтобы ароматы, когда пришли с... Вы получили аромат, он должен обязательно настояться, постоять немножко дома в тепле. Вот он у меня сейчас холодный прям. Ой, ну вкусно. Ну, вообще, я обожаю ароматы. Я не скажу, что это восток-восточный, но это с ноткой востока есть. Обязательно попробуйте, девочки. Я обалдею. Мне нравятся все ароматы. И заказала свою давнишнюю хотелку. Это Zarka Parfum. Фиолетовая молекула. Eau de Parfum. Так, давайте его тоже откроем. А как он открывается? Тоже вместе с вами попробую. Я потом подошу, конечно, расскажу и про зимние ароматы. Я всегда все обещаю. А как он открывается? Девочки, я не знаю, как он открывается. Представляете? Я не знаю. Я, наверное, коробку сломала. Да? Вообще, с другой стороны открыла. Еще такая штучка вложена. Видите? Чтобы он не побился при транспортировке. Короче, я, наверное, сломала коробку. Но неважно. В данном случае я заказала именно сам аромат. Он мне очень нравится. Почему-то у меня ассоциации с ним с черной смородиной. Я не знаю, почему. Я его уже пробовала. Он у меня, кстати, был в каком-то из арома боксе. Я познакомилась именно вот с этим ароматом. Есть еще розовая молекула. Но это прям прикольный аромат. Ой, ну он... Я не знаю, почему, но мне напоминает черную смородину. Причем как ягоды, так и лист. И он очень такой... Знаете, ароматный чай с черной смородиной. И вы где-то сидите, я не знаю, после сауны, что ли, какой-то. Но не после бани русской, да, такой. Нигде пахнет веником. А после вот сауны, да. То есть что-то такое теплое. И в то же время вот чай со смородиной. Вот у меня такие ассоциации. Не знаю, почему с этим ароматом. Я даже буду носить его зимой. Я вообще в этом уверена. Вот, потому что пробничек я тоже тестировала зимой в прошлом году. И летом он мне, кстати, попадался. И мне очень понравился. Так что... Ой, ну вообще обалденный. А вот эта азора, она немножечко с кислинкой. Это, наверное, не зимний больше аромат, а больше, наверное, на весну. То есть не на морозы. Но очень вкусно. Вот это тоже вкусненько. Вообще обалденно. Девочки, ну куда я без атара? Да, я хочу все. Я реально хочу все. И я думаю, что я в итоге соберу коллекцию. Самое любимое это Queen of Sheba, который. Но потом подробнее расскажу. И вот этот... Да, почему-то вот мне именно чай с черной смородиной. Вот почему-то такие ассоциации. Не знаю. В общем, очень нравится. Короче, я вам оставлю... Так, тут у меня накладная. Вот. Так что вот такое вот я себе сделала. Ну, как бы к Новому году. Подарочек. Потому что очень хотела и отарчик новый, и вот эту вот фиолетовую молекулу. Прям вот очень хотела. И они у меня теперь есть. И я очень этому рада. Вот. Поношу тоже, потом расскажу. Но атары, они все по мне так стойкие очень. Они на мне лично держатся все целый день. В общем, ссылочку я вам оставлю. Промокоды оставлю. Я не знаю. Я заказываю. Нет никаких подделок. Цены ниже, чем где-либо у рандеву. Поэтому заказывайте. Делайте подарки себе на Новый год и своим близким. Так что все ссылки, как всегда, я вам оставлю под этим видео. Вот я тут снимаю. А котяра моя лежит тут. Проверяет. Но ему не нравится. Не нравится это. Видите? Не нравятся духи ему. Не нравится, когда я... Вот, смотрите. Ну и что ты сделал? И что это ты такое натворил? Зачем ты все роняешь? Зачем ты хулиганичиваешь? А? Ты бандит? Ты бандит? Пойдем с тобой? Пойдем, моя жёнышка, такую сладенькую. На улице так противно. Так вот прям невозможно. Да? Ну пойдем, моя жёнышка. Пойдем. Вот и моя кишенька. Кишенька моя. Ты красавчик? Ля Фан. Ты красивый. А красивый-то какой кот. Какой красавчик у нас живет. Да? Еще, девочки, хочу вам показать. Я же не угомонилась. Ничего мне не пишите. Не говорите, что лабрадоры не мерзнут. В общем. Так, моя Джуси тут лежит. Я Бонни на Вальберес заказала вот такую накидку. Я взяла ей самый большой размер. Кстати, да. Она идет... Мы с ней уже гуляли. Я вам вставлю кусочки видео. Видите? Шерсть. Шерсть Боннина. Вот. Вставлю видео, как мы с ней гуляли. Я покажу. В общем, я купила... Она на липучках. Липучка здесь регулируется. Немножко она большеватая, Бонни. Но мне кажется, так даже лучше. Что по свободу. Не будет ее сильно сдавливать. Обтягивать. И вот этой вот липучкой, получается, можно регулировать. Ну, то есть, немножко регулировать. Да, чуть больше вы застегнули или чуть меньше. Единственное, что липучка не очень хорошо, я знаю, потому что забивается сюда шерсть. Видите, у меня уже все в шерсти. Вот. В общем, вот так она тоненькая. Здесь нет никакого утеплителя, кроме флиса. Вот с этой стороны просто идет флис. И все, больше нет ничего. То есть, нет синтепона внутри никакого. То есть, она будет защищать от снега, от влаги лишней ненужной. Вот. И чтобы не продувала Бонночка. В общем, девочки, ничего мне не говорите. Она у меня старая больная женщина. Я, видать, тоже. Потому что мне очень нужно, чтобы всем было тепло. Да, Джусенька? Тем более, у нас сейчас такие ветра, снег идет. А все равно она просится гулять. Я, может быть, и не сходила бы, погуляла бы с ней. Но она просится, она привыкла, у нее уже график свой. И если что-то происходит не по графику, ей это очень сильно не нравится. Да, Джусенька? Поэтому. Джус, кстати, у меня не просится гулять. Наоборот, она иногда не хочет гулять, ходить. Вот. Поэтому она лучше дома посидит. Особенно в такую погоду, знаете, когда сильный ветер, еще мелкий снег. Минус пять, минус шесть. У нас сейчас утром вообще бывает минус десять. Поэтому, поэтому боночки мои, должно быть тепло. Первый раз я неправильно ей одела. Вот сюда должна ошейник, вот эта вот штучка, за которой цепляется поводок. Вот здесь вот она. И за счет этого не будет съезжать вниз, как вот на первой прогулке, которую я вам засняла у боны. Вот. Но накидочка классная, тоненькая, будет защищать от ветра. Немножко утепленная ферисиком от ветра, от дождя. Да, супер. Еще бы, мне бы неплохо бы, Бонни, знаете, такой комбинезон с ножками. И чтобы было закрыто пузо. Пузо. Зову, как есть пузо. Потому что мы с ней тут как раз этой осенью гуляли. И у нее на боку вот такое пятно. Я еле-еле его отмыла. Такое ощущение было, как будто мазут какой-то. Ну, у нас много машин ездит по поселку. Я думаю, что, наверное, где-то вот она во что-то вляпалась. Непонятно. Поэтому ей бы просто дождевичок от грязи. Я ее мою не так часто, потому что, во-первых, она... Дама у меня 35 килограмм. Мне ее не запихнуть в ванну. А во-вторых, она не особо в последнее время любит мыться. В общем, стараюсь ее меньше травмировать. Да, Джусенька? Джусеньки-то вообще хорошо. Да? Джусенька моя тут лежит. Тоже набегалась. Да. Такая несчастная, скажу. Противно так на улице вообще. А дома делать нечего. Приходится дремать. Жирки наращивать, да? Джусенька. В общем, давайте сейчас ставлю, покажу, как мы с ней гуляли. Боночка, тебе нормально? Неправильно я, правда, не одела. Надо было ошейник зацепить за какую-то попонку. О, хоть идет нормально. А то она шла. Прям убежала. Холодно. Тепло тебе, девица? Тепло тебе, красная? Да, Боняш? Хорошо, скажи. Тепленько. Ну, главное, не жарко. Вот не жарко ей. Куда ты пошла? Пойдем. Вон, пойдем. У нас, кстати, вон снега сколько много. Все идет, идет снег. Видите, дырочка такая. Надо было... Мне, в общем, ошейник немножко послабже сделать. Одеть его туда вниз. Но он у нее все время к ушам. Ошейник. Ну, как это... Ну, как это... Сползает, короче, к ушам отсюда ошейник. Видите? Вот такой у нее еще модный ошейник такой. Оранжевый. Оранжево-розовый. И тогда будет держаться вот эта попунка лучше. То есть, за счет... Не будет елозить. Она немножко в попе ей. В попе великовата. Ну, ничего страшного. Там еще что. Можно подшить или убрать. Вот, зато тепло и сухо. Сейчас небольшой, маленький снег идет. По крайней мере, ее не намочит. Ну, вообще, сумасшедшая женщина. Ну, ничего не меняется. Все как обычно. Да, Боняш. Боняш тебе нравится? Ну, и нравится. Да? Вот такая вот она у меня. Все надо понюхать. Вот она сейчас хоть нормально идет. А то она до этого в минус пять прям бегом бежала. И не особо-то хотела выходить гулять. Быстренько, знаете, пять секунд. И уже все. Она уже в сторону дома. Хочет идти. А сейчас, видите, идет себе спокойненько. Да, Боночка? Да, моя девочка хорошая. Скажи, я старенькая женщина. Мне нужно тепло. Тепло и уют, да? Снега сколько. Гуляем. А Джузка не пошла. Спряталась, короче. И все. И не достать ее из-под дивана. Она тоже не хочет ходить гулять. В общем, одна я хочу ходить гулять. Да, Бонсита? Ну, и Боночка теперь будет ходить, раз тепло. Потому что так-то морозно на улице у нас. Вот. Все. Замело снегом. Красота. Красота. Сейчас утро. Девять часов. Поэтому немножко так темновато. Да, Боночка? Пойдем в небольшой кружочек. Сделаем. Обновим по полночку. И все. Да? Теперь можешь спокойно в снежок идти. Потому что она даже в снег не ходила. Шла просто вот так по дорожке и все. А теперь я скажу, вон красиво. Видите, он сползает туда вниз. Ну, что ты села? Сползает туда вниз надо. За этот за шейник закрепить. Да, Бонна? Ну, здрасте. Приехали. Пошли. Легла такая. Отдохнуть, да? Идем. В общем, гуляем. Красота у нас. Зима. Все. Еще мы с мужем и детьми ходили на как лазерно-световое шоу Космос. Сейчас в Газпром-арене. Я там впервые. Мои мужчины уже третий раз. Они два раза ходили сюда на футбол. Ну, вот теперь такое как-то лазерно-световое шоу, наверное, можно так назвать. Называется оно Космос. Скажу честно, что нам с мужем не понравилось. Дети были в восторге. Ну, не то, что в восторге, но понравилось. Конечно, лазеры и вот все, что было сделано, было сделано очень классно. Но единственное, что... То есть все это было еще, все это движение было под музыку, менялось все. Так все было достаточно интересно. Единственное, что сама задумка, само озвучивание, ну, это нужно быть каким-то, знаете, таким совсем арт какой-то истории. Я не знаю, как это назвать. Но история сама непонятная. Вот честно, озвучивали какой-то бортовой журнал, к чему это было непонятно. Ну, и музыка здесь была, кстати, классная. Музыка вся, которая вот можно из различных кинофильмов, которые связаны с Космосом, да. Ну, такая достаточно узнаваемая, достаточно популярная музыка. И все это сопровождалось, да, вот таким вот красивым шоу. Единственное, что очень многим не понравилось. Были люди, которые даже где-то за 15 минут до окончания просто вставали и уходили. И таких было много. Причем очень много. И... То есть задумка классная, исполнение в итоге не очень. Мы с мужем как-то были на подобном шоу, которое было просто вау, как-то очень давно. Вот. Ну, а здесь как-то вот, да. Ну, детям понравилось, потому что дети такое шоу у нас видят впервые. И, конечно, им очень понравилось. И, кстати, когда мы выходили, я тоже от многих зрителей слышала из серии «Ерунда какая-то». Вот. Ну, мы, знаете, мы же из Санкт-Петербурга, мы такие все. Не, на самом деле у нас здесь очень много проходит выставок, шоу, различных мероприятий. И, наверное, поэтому мы такой избалованный, очень избалованный зритель. Если что-то не так, то всем сразу не нравится. Вот я, кстати, замечаю это не раз. И когда в театр ходим, да, там, если ходим, и в кино еще куда-то часто могу услышать, что, ну, типа мы видели и лучше. Ну, вот такая вот есть история. Поэтому мы такие привереды питерские ужасные. Вот. Ну, в общем, сходили на такое мероприятие. Оно, кстати, сейчас будет проходить чуть ли там не каждый день. Вот. Но, видимо, нужно заполнить время зимнее, когда не проходят футбольные, видимо, матчи. Ну, и сама, кстати, вот «Газпром-арена», она, конечно, вау. Ну, я была там впервые, и, конечно, очень она классная. Так как прям современная, удобно сидеть. Ну, в общем, супер. Ну, а само шоу я не могу порекомендовать. Вот. Можно было, кстати, спокойно снимать. Даже не вышел никакой человек, который бы поприветствовал зрителей. Просто началось шоу с опозданием в 15 минут. Хотя оно должно было идти час, что-то такое, или 40 минут. Ну, в общем, в общем, да. В общем, и привереды. Немножко вам сняла ночного Питера. Вот. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ссылки, как всегда, я оставила вам под этим видео. На собачью одежду в том числе. Вдруг кому пригодится. Вот. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok